Привет, меня зовут Андрей, мне 38 лет. Я в принципе мало чем отличаюсь от многих из вас. Школа, институт, работа, семья. И вот в один прекрасный день твои 86 килограммов превращаются в 104. Ты понимаешь, что с этим надо что-то делать. Однако на сайт студневный воркаут я попал не привяком с дивана, а через тренажерный зал, который помимо потери двух килограмм дал мне неожиданное открытие. Я разучился подтягиваться. И вот пытаясь вернуть этот упущенный навык подтягивания, я обратился к поиску Яндекс за эффективной программой по увеличению числа подтягиваний. И Яндекс посоветовал мне этот сайт студневный воркаут. Я мог бы еще в апреле начать проходить студневку, однако на тот момент я все еще не решил проблему лишнего веса. Не вдаваясь в подробности, я все же отмечу, что изучив некоторую литературу и применив эти знания на практике, я таки одержал победу и достиг желаемого веса 88 килограмм, после чего вернулся к вопросу с подтягиваниями и программе студневный воркаут. Вместе с участниками я прошел студневку от начала и до конца и сформировал у ней некоторые свое мнение. Что мне понравилось в этой программе? Прежде всего это то, что программа проста, доступна информативно и бесплатно. Весьма радуют ежедневные инфопосты на различные темы. И прежде всего по вопросам питания. За последние пару лет я поменял три тренажерного зала, и во всех инструкторы уделяли максимальное внимание составлению программы тренировки, но никак не программе питания. По крайней мере они это не обсуждали со мной, и я не слышал, что бы обсуждали с другими. А питание – это креугольный камень вашего успеха. Следующий момент, который не может не радовать – это бесплатность. Программа студневный воркаут предлагает бесплатно получить результат, который другие программы, например, от известных фитнес-блогеров, предлагают за деньги. Снова по себе программа предельно проста и состоит из четырех упражнений, из которых лишь первое предполагает наличие турника, который опять же при желании не составит труда купить либо на этом сайте, либо в спортмагазине на сэкономленные деньги от непосещения того же тренажерного зала. Повесив данный турник у себя дома, вы решите вопрос тренировок в холодный зимний период или, если стесняетесь, выйти на улицу, по причине, что еще не умеете подтягиваться. Дружелюбность – тоже немаловажный аспект. В достаточно крупных городах, где много участников проводятся сборы, на которые может прийти любой и окунуться в атмосферу групповых тренировок, вживую пообщаться как с коллегами-новичками, так и с корифеями воркаута, что может стать отличной мотивацией в достижении поставленных целей. К сожалению, я был лишен такой возможности, так как в моем городе студневка непопулярна. В общем, программа нацелена на максимально большую аудиторию. Что же касается лично меня, прежде всего от этой программы я получил то, ради чего пришел в нее, а именно, количество подтягиваний за один подход на максимум за первые 50 дней у меня возросло с 4 до 10, но и как следствие улучшилось силосложение. Однако есть еще один не спрогнозированный изначально положительный эффект, который я получил от этой программы. Прохождение студневки предполагает фотофиксацию, при желании и видеофиксацию своих результатов и прогресса. И я тоже стал снимать видеоотчеты некоторых своих тренировок. А чтобы они выглядели более осмотребельными, стал еще и монтировать из них более-менее интересный видеоролик. Как минимум домашние видео я могу вывести уже на качественно новый уровень. Кроме того, этот проект позволил мне преодолеть некоторую стеснительность. Согласитесь, для многих людей из тех, кто не умеет подтягиваться или плохо подтягивается, выйти на площадку и провести тренировку рядом с опытными турникменами довольно-таки сложно. Многие опасаются реакции пренебрежительной снисходительности от более опытных товарищей. А уж провести видеосъемку этого процесса вдвойне подвиг. А если еще и зимой, да еще и с обнаженным торсом, тут можно ожидать от любого прохожего негативных мыслей или реакции в свой адрес. Так вот, сегодня я говорю программе 100-дневный воркаут. Спасибо, прежде всего за этот опыт, за эти 100 дней, которые были интересными, неоднозначными, позитивными, живыми. Продолжение следует...